Дивиденды будут выплачены завтра и составят 5, 10 и 15 процентов соответственно. Было рассмотрено предложение начислять дивиденды с 27 по 27 число без соблюдения правила одного месяца и энного количества дней. То есть, как вы помните, раньше было такое правило, что первый месяц дивиденды не начисляются. Но вот здесь написано, например, если 27 числа у инвестора пакет проработает 15 дней, то он получит дивиденды немедленно, а не будет дожидаться следующего месяца. В прошлом месяце мы успешно начали публиковать новости в видеоформате. И теперь у нас есть аккаунты Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. А также мы создаем IDTV. Мы хотим оповещать всех партнеров о текущих событиях как можно лучше. Со временем мы будем публиковать на IDTV интервью и интересные статьи. Мы нанимаем сотрудников для развития наших ресурсов. Подготовка к мероприятию в Дубае продолжается. Если вы еще не купили билеты, покупайте их быстрее. Иначе вы можете не попасть на мероприятие. У вас будет возможность увидеть наши физические продукты, пообщаться с руководством компании, а также увидеть стратегию работы компании на ближайшие месяцы и даже на ближайшие 5 лет. Чтобы состоялся запуск биржи Umbrella, страховая компания должна дать разрешение. И мы надеемся, что в ближайшие 2 недели у нас будут хорошие новости по этому поводу. Мы не можем заставить страховую компанию ускорить процесс, но мы уже сделали оплату 3 месяца назад. И в данный момент запуск биржи не зависит от нас. 5. Продуктовая линейка в нашем интернет-магазине продолжает расширяться. Для этого мы просмотрели и отобрали сотни высококачественных продуктов под нашим собственным брендом. И у нас нет сомнений, что мы станем крупнейшим интернет-магазином в мире, предоставляя товары, услуги и продукты питания в одном уникальном интернет-магазине. Все наши партнеры смогут приобретать эти продукты для себя или для перепродажи, или зарабатывать, рекламируя наш интернет-магазин. Мы опубликуем новости об этом в бюллетене ID News в этом месяце. 6. Мы призываем лидеров объяснять партнерам суть нашей работы и показывать перспективы развития нашей компании. С уважением, администрация компании. На протяжении нескольких дней группа русскоязычных лидеров побывала в офисе Лиссабоне, где общалась непосредственно с руководством компании. И Ирина Балакова сообщила, что в ближайшие дни она проведет новостной вебинар, на котором поделится всеми текущими новостями. Следите за информацией, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.